7 класс, 28 серия. Совместные действия над алгебраическими дробями. Давайте рассмотрим пример. Первое действие – деление, второе действие – умножение алгебраических дробей, а затем – вычитание. Вместо действия деления можно выполнить умножение на обратную дробь, если поменять местами числитель и знаменатель. Затем надо применить формулы. Это формула разность квадратов. Можно разложить на множители b-3 умножить на b плюс 3. А здесь записать по формуле квадрат суммы и представить как а плюс 1 в квадрате. Затем, если записать вот эти множители под единой дробной чертой, то тогда можно выполнить сокращение. Можно сократить на а плюс 1 в первой. Можно сократить на b плюс 3. И в результате, ответ, который получится в результате первого действия, получится дробь, у которой числитель а плюс 1, а знаменатель а минус 1 умножить на b минус 3. Теперь давайте рассмотрим второе действие – действие умножения. Если записать под единой чертой, можно сократить на а минус 1. И получается 1 делить на b минус 3. А теперь надо привести к общему знаменателю и затем выполнить действие. Если знаменатели одинаковые, надо выполнить действие вычитания а плюс 1 минус а плюс 1. Потому что перед дробью стоит минус. И получится 2 числителя, а знаменатель а минус 1 умножить на b минус 3. Давайте еще один пример рассмотрим. Пример 2 действия. Первое действие – деление, а второе действие – сложение алгебраических дробей. Давайте сразу запишем под единой дробной чертой и вместо действия деления будем выполнять умножение на обратную. То есть надо поменять местами числитель и знаменатель. На верху будет… По формуле разность квадратов можно разложить. Это будет а минус 3 умножить на а плюс 3. А b минус 2 умножить на b плюс 2 идет в знаменатель. Так, после этого можно выполнить сокращение. Сократить можно на b минус 2 в первой, на а плюс 3. Так, значит, в числителе остается b минус 2 умножить на а плюс минус 3, а в знаменателе – b плюс 2. Так, и теперь осталось выполнить сложение. Поскольку знаменатели одинаковые, надо выполнить действие сложения с числителями. Надо раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, и получится числитель. А b плюс 6 – знаменатель b плюс 2. Первая задача. Выполните действие с алгебраическими дробями. Общий множитель 3 надо вынести за скобки. В скобках будет а минус 1. Здесь тоже тройка выносится за скобки. В скобках будет а квадрат минус 1. Это формула разность квадратов. Здесь 3 выносится за скобки в скобках а плюс 1. Значит, общий знаменатель у этих дробей будет 3 умножить на а квадрат минус 1 или 3 умножить на а минус 1 умножить на а плюс 1. Так, дополнительный множитель у первой дроби а плюс 1, у второй дроби дополнительный множитель единица и у третьей дроби дополнительный множитель а минус 1. Так, в результате, после того, как мы домножим числители на дополнительные множители, получится вот такое выражение. Здесь можно упростить. Вот эти в сумме дают 0. а плюс а – это 2а, да еще плюс 2. 2а, двойку вынести за скобки в скобках а плюс 1. Так, теперь давайте выполним действие деления или умножение на обратную дробь. То есть будем умножать вот на такую дробь. Надо поменять местами числитель и знаменатель. Так, после того, как мы запишем под единой чертой множители и после сокращения, получится вот такой ответ. Числитель 4 умножить на а плюс 1, знаменатель 5. Так, вторая задача. Решите уравнение. Надо привести к общему знаменателю. Общий знаменатель 6. Дополнительный множитель у первой дроби 3, у второй дроби 2. И здесь тоже 3. Значит, надо домножить на дополнительные множители, раскрыть скобки. Вот здесь получится 3х квадрат плюс 6х плюс 3. Так, перед второй дробью стоит минус. Надо домножить на 2. Значит, получается минус 2х плюс 10. И здесь получается 3х квадрат минус 3. Так, упростить. Слева получается минус 8х, а справа минус 16. Значит, 8х равняется 16. х равен 2. И третья задача. Разность квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 27. Назовите сумму этих чисел. Итак, большее число n плюс 1 в квадрате, меньшее n в квадрате. По формуле, возводим в квадрат n плюс 1, получается n квадрат плюс 2n плюс 1 минус n квадрат. Получается, после упрощения, 2n плюс 1. Итак, 2n плюс 1. Вот разность квадратов этих чисел равна 27. Значит, n 13. n – это… Решая это уравнение, находим значение n. 2n26, значит, n равно 13. n – это меньшее число, а большее число – 14. Значит, сумма этих чисел… 13 плюс 14 сумма равна 27. 15 в минуту – 5000 с — это очень центральный слой. Влажаться наTalk 31 в углу «Видеттиме» 7% мы вам покончили 3 мая – 5%, Etactlybadour-класс добрbelt. shocks 2 S5 – EB1» 70umen Bl pridepitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpitpit Hipsc congress southwest puta fuera probably 2… Продолжение следует...